я знаю что многие из вас хотят спросить меня почему я не ношу кипу потому что я не хочу вот почему это не обязательно и я не буду носить ее почему я не ношу галстук опять-таки не хочу мы израильтяне не очень часто носим галстуки в израиле жаркий климат и мы предпочитаем не носить галстуки было время когда наш премьер-министр бен-гурион никогда не носил галстук кстати он никогда не носил длинные брюки только шорты даже когда он шел в парламент он одевал футболку и шорты цвета хаки поэтому вот почему я не ношу галстук на этой неделе мы будем изучать послание галатам послание галатам как сказал марселло одна из наиболее трудных для понимания книг нового завета в принципе сам материал не так сложен однако эта книга стала своеобразным стандартам понимания апостола павла стандартам возникшим из-за недоразумения и до сих дней существующего в большей части христианского мира и вот приехал я маленький еврей из израиля который хочет изменить понимание людьми послание галатам существовавшие на протяжении более 1500 лет это нелегкое задание сегодня мы уделим внимание только введению я верю если люди поймут вступление и получат правильное основание тогда будет легче понять все остальное один из самых известных ученых западного мира в наши дни лонгер некер сказал если послание галатам не было написано павлом то ни одно другое послание нового завета не было написано павлом у послание галатам есть длинная предыстория как образец для понимания апостола павла и отношение христиан к торе также происходит из послания галатам поэтому я как еврей должен понимать послание галатам я изучал послание галатам почти два года я пишу комментарии галатам с еврейской точки зрения в таком же стиле как мои комментарии на книгу деяний и римлянам я еще не завершил комментарий но уже готово 400 страниц академик ресурс материал андель или академический материал исследования послания галатам и на ай пропустан айт тут рай ту интриду сту юди апостол пол и сегодня я попытаюсь представить вам апостола павла мизон райтинг исходя из его собственных посланий но не только из его посланий но также основываясь на описание павла в книге деяний со стилистической точки зрения люди всегда пытались понять апостола павла на основании посланий галатам и римлянам и игнорировать исторические заявления павла в книге деяний мнение евреев об апостоле павле состоит в том что апостол павел это тот кто основал христианство не иисус не другие апостолы основатель современного христианства это апостол павел это верно в отношении почти всех еврейских ученых даже те которым нравится и шо иисус но павел им не нравится иосиф клаузнер великий еврейский ученый двадцатого века был великим почитателем дел и слов и шо но апостол павел ему не нравился бубер назвал и шо мой старший брат ему нравился и шо он восхищался и шо и даже сказал в одном из своих писем следующее придет день когда мы еврейский народ примем и шо христианство даже как мессию но мы никогда не обратимся в христианство потому что в представлении еврейского теолога христианство это продукт апостола павла не думаю что эти еврейские теологи правы так же как и христианские теологи которые бы согласились с ними и думаю что проблема в том что мы смотрели на апостола павла глазами мартина лютера или кальвина глазами протестанта и католиков и в нашем представлении апостол павел вовсе не раввин я думаю если бы мы снова поместили апостола павла в еврейский мир первого столетия то у нас не возникнет никаких проблем с апостолом павла и не будет непонимания и никакого противоречия между словами павла торой и пророками я вам советую чтобы узнать кто такой апостол павел давайте прочтем его слова о самом же себе как павел описывал свою жизнь свой характер и свое служение давайте начнем с девятой главы деяния где говорится о павле и мы прочтем этот очень короткий отрывок и ради DVD я также прочту его на английском языке этот отрывок говорит о встрече павла с ешуа по дороге в дамаск начиная с первого стиха это не первое упоминание об апостоле павле первое упоминание о павле в очень коротком стихе в конце седьмой главы книги деяний где говорится о побитии стефана камнями и бурс 58 в чапто 7 деяния седьмая глава 58 стих мы начнем читать с 57 стиха ради более широкой картины во время побития камнями и он закричал свои последние минуты и вот я вижу небеса отверстие и сына человеческого стоящего одесную бога но они закричав громким голосом затыкали уши свои и единодушно устремились на него и выведя за город стали побивать его камнями и выведя за счетами в последнее время они закричали их к笑 в ногу юношей именем Саввел Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Саввел очень простой стих И Луке нравится это. Он любит представлять своих персонажей за главу или две главы до того, как он, в принципе, расскажет вам у них больше. Так он поступает с несколькими своими героями. Также он поступил с самим Стефаном. В шестой главе он рассказал о самом Стефане. И вся история представлена в седьмой главе. На языке ученых такой стиль назван «Ein Wiederaufnahmen» на немецком. «Ein Wiederaufnahmen». Или же, другими словами, происхождение от начала. Он позволяет нам немного попробовать на вкус. А немного позже он полностью окнунается в саму историю. И снова раскрывает сюжет. Поэтому в девятой главе больше узнаем о Павле. Саввел же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам. Чтобы, кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Давайте остановимся здесь. Уверен, что все вы знаете этот отрывок. И давайте все поразмышляем о его смысле. Если бы я захотел встретиться с главным раввином Иерусалима и попросить у него рекомендательные письма, чтобы купить, ну, к примеру, велосипед, примет ли он меня? Уделит ли он мне время? Я не такой важный человек. У меня нет с ним никаких деловых отношений, чтобы он уделил мне пять минут своего времени. Павел. Тот, у кого были одежды, побивающих Стефана, мог пойти к первосвященнику и попросить рекомендательные письма. Попросить о дипломатической встрече. Вот о чем Павел просил здесь. Он хочет быть назначенным высшей религиозной властью в Израиле, чтобы арестовывать евреев в другой стране. Простой человек не может этого сделать. Павел должен был занимать очень высокую должность. Должность, которую бы признавал первосвященник. и обладать полномочиями ареста людей, и совершение суда над ними, и их казни, как и было в случае со Стефаном. Иначе у него нет другой причины, по которой первосвященник вообще бы принял его. Иначе у него нет причины, чтобы верить, что в Ходиле даже рассчитывал такой невероятный реквес взять солдат из земли Израиля, идти в другую страну, хорресить граждан или людей, которые живут в другом стране, и экстрадить их в Иерусалим. Или же посчитался с таким смелым требованием взять солдат из израильской земли и идти в другую страну, беспокоить граждан или людей, живущих в другой стране, и приводить их экстрадицию в Иерусалим. В последние годы было несколько прецедентов, когда США хотели, чтобы Израиль экстрадировал преступников в США из Израиля для совершения суда над ними. Понадобились месяцы политические связи. Когда израильский премьер-министр был в Вашингтоне, президент Америки просил его экстрадировать этих преступников в Штаты. Это не так просто пойти к первосвященнику, попросить и получить право экстрадации евреев из другой страны, другого города, Дамаска. Он должен был занимать очень высокую официальную должность и статус, которые бы давали ему такие права. И я могу предположить, и позже я вам это докажу, что Павел был главным истцом, прокурором Синедриона. Это была его должность. Потому что, если бы Павел был мальчиком на побегушках, ну, знаете, когда вы идете в ресторан, то хорошие официанты помогают вам снять пальто. Но, если бы Павел занимал такую позицию, то у него не было бы права брать с собой солдат, идти в Дамаск, арестовывать евреев и приводить их в Иерусалим. Он был главным прокурором высшего суда в Иерусалиме. И он мог брать письма. Это усложняет жизнь. Почему это усложняет жизнь? Потому что человек не может занимать такую высокую должность в Израиле законную должность, официальную раввинистическую должность, не будучи женатым. он не может быть раввином, исполнять свои обязанности в еврейской синагоге, не будучи женатым, не будучи женатым. Поэтому выходит такое, в соответствии с христианской традицией, что Павел был холостым. И Павел как бы сам говорит, что у него нет жены в 7-й главе 1-го послания Коринфяна. По крайней мере, это так, в соответствии с традицией и переводами. однако, мы должны научиться читать более внимательно. Раввины учат маленьких детей читать и обращать внимание на подробности. И если мы серьезно хотим восстановить церковь первого столетия, и удостовериться, что наше спасение укорено в истине, то нужно обращать пристальное внимание на местоимения, смотреть на местоимения и предлоги. Очень важно. Это очень короткие слова. И люди очень легко упускают их. Очень важно, если что-то принадлежит мне или вам. Верно? Это не так, как Хрущев, сказал Кеннеди. Он не знает, кто такой Хрущев. Он слишком молод. Он сказал, что мое, мое, а что твое, мое. Это не так. Все местоимения важны. И предлоги важны. И мы должны обращать на это внимание. И в 7 главе 1 послания к Коринфянам Павел говорит, Он говорит о трех группах людей. Но большинство христиан читают только о двух группах людей. Он говорит о неженатых, кто вообще не собирается создавать семью. Есть особое слово для описания таких людей. На иврите и в греческом языке. На греческом слово «дева». Это женщина, которая никогда не была замужем. Вдова Это женщина, которая не замужем в настоящее время. Но она была замужем. Верно? Третья группа Это те, кого называют Агамос. Гамос означает женатый или замужняя. И Агамос не женатый или не замужняя. Чтобы быть Агамос, нужно было быть женатым в прошлом. Иными словами, это тот, кто был женат, а теперь уже не женат. Не обязательно, что этот человек вдовец. Может быть, он разведен. Или же его оставила жена. Поэтому Павел был женат. А теперь он Агамос не женат. В Америке есть кола В Америке есть кола и 7-Up, противоположность колы, анти-кола. Вот что мы имеем. Женатый и разженившийся. Так Павел называет себя. Поэтому Павел взял воинов, и вот он на пути в Дамаск. Позже мы возвращаемся к этой истории. В той же главе в 15-м стихе. Господь явился Анании, праведному еврею, великому ученику Торы. Бог сказал ему ожидать телефонного звонка, сообщения. Господь говорит Анании. в 11-м стихе 9-й главы. Господь сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится. И видел видение мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Господь сказал Анании в видении сделать это. Анания отвечает Господу в следующем стихе. Я слышал от многих о всем человеке. Сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. и здесь имеет от первосвященника власть вязать всех призывающих имя твое. Помните, что тогда еще не было канала CNN, не агентство Reuters, но Анания говорит Я слышал Я слышал о всем человеке. Это означает, что у Павла уже была репутация международного уровня. Весть о нем и о том, что он сделал в Иерусалиме распространилась вплоть до Дамаска, которая является другой страной и другим городом. Я знаю, что вы читали эти истории много раз. но моя задача состоит в том, чтобы оживить их и возвратить в контекст первого века. Обратите внимание на 15 стих. Господь отвечает Анании. Иди, ибо он есть мой избранный сосуд. Другими словами, я избрал этого человека, чтобы возвещать о моем имени язычникам и их царям и сынам Израилевым. Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Заметьте, этот стих настолько прост, но может быть из ста пасторов, только один прочитает его и скажет, поскольку это христианская традиция, Павел обратился к язычникам, потому что евреи отвергли его послание. Верно ли это? Верна ли эта протестантская традиция? Павел обратился к язычникам? Как-то читают далее в книге Деяний, когда Павел говорит, но как вы отвергли меня, то вот обращаюсь к язычникам. Через минуту мы прочитаем этот текст. но здесь что-то вполне завершенное. От самого начала миссия, порученная Богом Савлу по дороге в Дамаск, была проповедь имени Ишуа для Гоим, для язычников. Это проповедь имени Ишуа для Гоим, для язычников. Евангелие не было направлено язычникам из-за того, что евреи отвергли его. Задолго до апостола Павла это было пророчеством Аврааму. Тринадцать раз в книге Деяний. Бог просит, что блеск будет к всем дентилям, к всем семьям на земле Бог обещает, что все язычники, все семьи земли будут благословены через Авраама и его семя вовеки. Это записано в Бытие 12 глава 3 стихе 13, 15 и дальше затем в 15 и 17 главах Бытие 22 и так далее Аврааму Исааку и Якову. Все народы будут благословенны. Каждый пророк в Ветхом Завете пророчествует к другим народам кроме пророка Авдия. Еремия назван пророком к народам. Исааку пророчествует о Тире, Вавилоне, Едоме. Исааку пророчествует о Тире, Вавилоне, Едоме. Ассирии, Вавилоне, Персии. В первых трех главах Амос пророчествует о соседях Израиля. В третьей главе о потомках Едома и в четвертой о посещении Бога. Поэтому нет ничего нового в том, что язычники узнают о Боге. По словам Исаии, Бог избрал Израиль, чтобы он был светом для народов. Ор-Легуим. И здесь вы можете увидеть очень ясно. Исуа говорит Сау и Ананиас что этот человек будет поднимать Мой Нем к джентилям. Исуа говорит Савлу и Анании Я избрал этого человека чтобы возвещать о Моем имени язычникам Гоим. И мы будем это повторять несколько раз в книге Деяний. Это повторяется несколько раз. Давайте посмотрим, что апостол Павел говорит о самом себе. в 21 главе книги Деяний. Он прибывает в Иерусалим. Его принимает апостол Яков. павел идет в храм для совершения очищения и чтобы заплатить за очищение других людей. его арестовывают в храме и толпа хочет расправиться с ним самосудом. И в 39 стихе он хочет защитить себя. Его вели в крепость Антония. И в 39 стихе он защищает себя. Он говорит Я еврей. Заметьте, что он говорит это в настоящем времени. Я слышал у многих так называемых мессианских евреев и евреев христиан. И они говорят я был евреем. Благодарю Богу я спасен и теперь я стал кокер спаниелем. Но теперь слава Богу я спасен и могу быть кокер спаниелем. У тебя есть собака? Он спросил какая у меня собака? У меня немецкая овчарка. Он говорит в настоящем времени. И он говорит я еврей. А не я был евреем. Помните, это происходит после Павел прожил 13-14 лет путешествовать и прожил в Евангелии и Греции и Турции. что эти события происходят после того, как Павел уже 13-14 лет путешествовал и проповедовал Евангелие по всей Северной Азии, Греции и Турции. И он все еще говорит я еврей. не только еврей из Тарса Киликийского. 39 стих. Павел же сказал я иудеянин Тарсянин гражданин небезызвестного Киликийского города. Очень значительный город. И он умоляет людей позволить ему говорить. Вот что Павел говорит о себе. Я еврей. И я из города Тарса. Тарс находится там, где сейчас современный Тунис. Между Тунисом и Ливией в Северной Африке. Очень важная римская провинция. Очень важный город. И ранее, во времена Юлия Цезаря, римская 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 империя. Который принял почетное гражданство Римской империи. Другими словами, всеместные жители Тарса автоматически стали римскими гражданами. Вот как Павел стал римлянином, потому что он родился в Тарсе. Давайте откроем 22 главу книги Деяний, где Павел продолжает защищать себя. в 3 стихе. Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском. Я иудеянин, 3 стих 22 главы. Воспитанный всем городе. О каком городе он говорит? Иерусалим. Павел родился в Тарсе, но он вырос в Иерусалиме. С какого возраста? Я не знаю. Но он ходил в школу в Иерусалиме. У него была семья в Иерусалиме. Кто из вас знает, какая у него была семья? Поднимите ваши руки. пастора, помогите. Правильно. Лос-Анджелай правило. Правильно. У него была сестра, которая жила в Иерусалиме. у которой был сын, племянник Павла. И этот мальчик принимал участие с правым крыльем подполья зелотов в Иерусалиме. Правым крыле подполья зелотов в Иерусалиме. Радикальное правое крыло зелотов. Это очень интересно. Потому что, знаете, часто в семье бывают политики. Моя мама была коммунистом. Поэтому многие-многие годы я также был коммунистом. И моя сестра была коммунисткой. Мой отец никогда не был коммунистом. И теперь я не коммунист. После этой последней интифады я также примкнул к этому экстремальному правому крылу. Но я не стал еврейским террористом. Однако племянник Павла принимал участие в деятельности нелегальной подпольной организации. Мы увидим это в 22 главе. Павел говорит, что он был воспитан в этом городе, где также жила его сестра, у которой уже были взрослые дети. сестра. можем понять на основании этого факта? вероятнее Иерусалим с Павлом и его сестрой. Вероятнее всего, семья эмигрировала в Иерусалим с Павлом и его сестрой. И Павел вырос в Иерусалиме. Он эмигрировал, вероятно, со своей семьей из Тарса в Иерусалим. Давайте продолжим. Воспитанный всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе. И вот еще очень простой факт. Но без еврейского фона многие христиане не знают, о чем Павел говорит. Кто такой Гамалиил? Гамалиил был внуком Гилеля. И между лет 20-го начиная с 20-го года и до 37-го года нашей эры, Гамалиил был председателем Синедриона. Не пренебрегайте этим. Президент Синедриона более мощной, чем премьер министра Израиля сегодня. Управление Синедриона было больше власти, чем у премьер-министра Израиля сегодня. Синедрион в основном был не только высшей судебной властью, но в нем также была представлена элита Иерусалима. Извините, я назвал неверную дату. с 20-го по 40-е годы нашей эры пик карьеры Гамалиила. И он был председателем Синедриона в 37-41-х годах. И Павел говорит, «Воспитанный всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе ревнитель по Боге. мне очень повезло я очень много лет учился в еврейском университете, где преподавали очень известные учителя. и скажу вам еще одно. Очень трудно поступить и стать студентом одного из этих профессоров, известных во всем мире. Гамалиил был главным из главных. Он был не только главным судьей Израиля или Синедриона. Он был главным представителем власти в стране. что касается власти. Что касается веры. Что касается закона. И Павел говорит, что он был не только учеником Гамалиила, но также тщательно наставлен в отеческом законе этим Гамалиилом. 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 Вот почему Павел занимал такое высокое положение главного прокурора Синедриона в Иерусалиме. Давайте посмотрим, не пропустил ли я чего-либо, и мы продолжим. Он говорит в 22 главе 3 стихе, «Я был ревнитель по Боге, как и все вы ныне». Что мы можем узнать из этого? Павел ни к чему не относился несерьезно. Он серьезно относился к своей вере, своей религии, своему служению, своему обучению. Почему это важно? Потому что, когда он собирается написать послание к Галатам, то мы должны воспринимать его с такой же серьезностью, с какой Павел написал его. Давайте продолжим, 4 стих. «Я даже до смерти гнал последователей сего учения». Заметьте, наиболее распространенное слово для описания слова «церковь» это «путь». Люди не были призваны в «баптистскую церковь». «Харизматическую церковь». «Пятидесятническую церковь». «Лютеранскую церковь». У нее очень простое название. «Путь». Почему? Потому что они шли. Они не сидели. Не спали. Они шли пешком. Прочитав послание Павла, вы заметите что-то очень интересное. Почти в каждом из этих посланий, примерно посередине, он говорит, «Потому вы идите, не в темноте, как вы ходили раньше, когда вы служили силам и властям князя мира. Ходите в свете, потому что Бог в свете это название «путь» все так же использует в наши дни в иудаизме. Павел говорит, «Я принадлежу пути». «Я преследовал последователей этого пути». «Связывая и придавая в темницу и мужчин, и женщин». И в пятом стихе, «Как засвидетельствует у меня первосвященник и все старейшины». «У него были свидетельства». «Свидетельства того, кем он был и что он делал». То же самое происходит и в наши дни в евангельском мире, и даже в мессианском еврейском мире. «Людей учат лжи». «Которая состоит в том, что ты заявляешь своими устами это реальность, действительность, утверждает то, чего нет, что как бы есть, и это есть вера. Если вы в это верите, тогда подойдите ко мне. У меня есть несколько замечательных бриллиантов, которые я бы хотел продать вам. Дешево. По вере. Павлу были даны рекомендации, кто он такой и что он делал. Не фантазии. Он говорит, что даже первосвященник может дать мне рекомендации. Высший совет Синедрион может свидетельствовать. У меня есть письма от них, чтобы идти в Дамаск, арестовывать и приводить узников в Иерусалим. Давайте прочтем еще один стих в 11 главе послания к римлянам. Что Павел говорит о себе? В первом стихе Павел свидетельствует о себе. Он говорит, что я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова. И заметьте, что все это также используется в настоящем времени. Он не прекратил быть евреем, потому что он верил, что другой еврей — это Сын Бога. Он не прекратил быть евреем, потому что верил, что другой еврей — Мессия. Он не перестал быть евреем, потому что уверовал, что Его Спаситель умер за Него на кресте. Он все так же остается евреем, остается израильтянином и из колена Вениаминова. Придолжает ли он соблюдать Тору? Или же он сказал, слава Богу, теперь я могу кушать окорок. Слава Богу, теперь я могу делать покупки на Шаббат. Как вы думаете? Давайте прочтем, что Павел говорит о самом себе и его отношении к Торе. Знаете, что мы сделаем? До того, как мы откроем Тору, потому что я хотел бы прочитать историю после перерыва, давайте поговорим об имени Савл. Мы знаем, что в Новом Завете он назван Савлом и также Павлом. Паулус. Раввины в комментариях книги «Экклезиас» говорят следующее. Человеку дают три имени. Первое имя – так к нему обращаются его родители. Второе имя – как другие обращаются к нему. И третье имя, которое записано в книге истории его творения, в книге жизни. Вот что говорили Раввины. В другом месте Раввины объясняют, почему Израиль выжил в 400-летнем рабстве в Египте. 400 лет в другой стране. Когда существует значительная возможность ассимиляции, люди ассимилируются. Они теряют свою индивидуальность. Их идентификация меняется. Иногда они даже забывают, кто они такие. Родители скрывают от своих детей, кто они такие. В нашей общине в Израиле было несколько семей из Кореи. И у некоторых из них были маленькие дети, которые родились в Израиле. И они пошли в детский садик в Израиле. И эти дети идеально говорили на Еврите. В садике они слышат, что все евреи. А в общине им говорят, вы корейцы. Они говорят, нет, мы евреи. Мы израильтяне. Мы не хотим быть корейцами. И эти маленькие дети даже не хотят разговаривать на корейском языке со своими родителями. Потому что они хотят быть, как все остальные. И поэтому в другом комментарии раввины говорят. Народ израильский выжил в Египте, потому что они не изменили свои имена. Иуду не называли Иуфус. И Рувена не называли Юлиани. И Иосифа не называли Листис. И Бенжамин не называли Александр. Мидраж знаком с этим и со значимостью изменения имени. Но даже в наши дни большинство евреев живут в Диаспоре. У них, по крайней мере, два имени. Его могут назвать Ирвин. Почти каждый Ирвин в США, вероятнее всего, Хайм. Или же другое имя, Ларри. Лоренс. Его также называют Хайм. Лоренс Уошер. Замечательный молодой человек. Закончил военную академию Вест-Пойнт. Его настоящее имя было Хайм Варшавский. И Морис Де Ла Фонтейн. Его настоящее имя Мойша Пишер. Морис Де Ла Фонтейн. Но на еврите каждый называл его Мойша Пишер. Поэтому имя Павла на еврите Шауль. Поскольку он был римским гражданином, у него также было римское имя. Павел Паулус. Другие люди в книге Деяний также находятся в такой ситуации. Деяние 1 глава, 23 стих. Мы читаем у человека по имени Иосиф, но его настоящее имя Иустус. И в Деяниях, 9 главе, 36 стихе, мы читаем об очень красивом греческом имени Доркас. Арамейское имя Табита. А ее арамейское имя Тавифа. На современном еврите это имя Това. В наши дни это имя не очень популярно, но когда я был ребенком, у меня было 3-4 учителя с именем Това. И в Деяниях, 15 главе, 32 стихе, мы видим Сила. Но его имя Сильваниус. Поэтому мы видим, что этот феномен повторяется. У людей было два имени. И у Павла было два имени. Когда мы рассмотрим образование Павла, то видим, что Павел вращается в двух культурах. Он получил самое лучшее образование в Израиле. Но он также и римский гражданин. Он знает греческий. У него есть дипломатические связи. Он успешен в своей работе. Вероятно, у него была семья. Это снова напоминает мне о комментарии на седьмую главу книги «Экклезиаст». Которым говорится, что из тысячи учеников Торы только 100 изучали Мишну. 10 изучали Талмуд. И только один становится учителем. Другими словами, если Павел стал учителем Торы, законоведом, это означает, что он был лучшим. И в соответствии с этим комментарием, один из тысячи. Это просто фантастика. Мы должны относиться к Павлу серьезно. И если мы сейчас откроем послание к Галатам, в 14 стихе первой главы Павел говорит о самом себе и преуспевал в иудействии более многих сверстников вроде моем. Во-первых, он поступает как израильтянин. Очень по-еврейски. Он не стыдится сказать вам, чего он стоит. Это не гордость. Потому что сам Павел говорит вам, не думать о себе больше, чем вы того стоите. Мы должны ценить себя. Мы должны знать, чего мы стоим. Что мы можем делать. Мы должны это знать. Но не больше, чем в действительности мы стоим. Поэтому Павел говорит, не говорите о том, что такое еврейство. Я вам это сам расскажу. Я более преуспел в моем иудействии, в моей ревности к Торе, чем большинство моих современников. Если я начал изучать Тору с тысячей учениками, то 999 упали, а я устоял. Вот что Павел говорит в соответствии с этим комментарием. Он был учеником Гамалиила. Он стал главным прокурором, главным обвинителем его дней. Вот кого Бог избрал, чтобы принести благую весть язычникам. Гамалиила. Спасибо. Спасибо.